МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» с главными событиями вторника. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизненные показатели в норме. Состояние медицины Республики оценила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. Занавес открывается. В театре у перебалета стартует новый сезон. Добыли золото и серебро. В Чувашию чествовали победителей и призеров международных соревнований. В Чувашию с официальным визитом прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В аэропорту ее встречал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Там же в формате БЛИЦа были обсуждены вопросы развития системы здравоохранения Республики. Республике есть чем гордиться в сфере здравоохранения. Благодаря эффективной реализации государственной политики в области охраны здоровья в Чувашии наблюдается рост числа долгожителей. Они в единой базе данных. Мы следим за ними. А кто перешагнул уже за 85 лет, их 16 650 человек. Важный показатель – низкий уровень младенческой смертности. По показателям лучше в Российской Федерации сравнили с Японией, несколько регионов и с самыми передовыми странами Евросоюза. Открывающийся сегодня новый хирургический корпус Республиканского клинического онкодиспансера построен при поддержке федерального ведомства. Открытие нового хирургического корпуса даст нам возможность провести 5000 операций в год. Там 6 операционных практически. Только оборудование купили почти на 200 миллионов рублей. В Чувашии завершена программа строительства 100 фельдшерских акушерских пунктов. Еще столько же будут построены в ближайшие годы. Старые сносим, новые строим. Это примерно 2,5-3,5 миллиона рублей с оснащением медовыруда не получается. Но зато селяне, наши ветераны, которые восстанавливали в послевоенные годы народное хозяйство Советского Союза, они рады, они благодарны. Я хочу сказать, что Министерство здравоохранения чрезвычайно высоко оценивает ту динамику, которая сейчас идет в здравоохранении Республики Чувашия. В Республике выстроены трехуровневые системы оказания медицинской помощи. Развиваются высокие технологии в этой сфере, что просто невозможно без укрепления кадрового потенциала. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. В Чуваксарах открылся новый хирургический корпус республиканского онкологического диспансера. На его открытии присутствовала и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Инновационная система вентиляции помещений, лечебное газоснабжение и видеонаблюдение в операционных. Шестиэтажный хирургический комплекс оснащен самым современным оборудованием. Существенная часть средств была выделена из федерального бюджета. В новом корпусе будет создана уникальная логистика. Электронная регистрация исключает образование живых очередей. Приемный покой расположен так, чтобы было максимально удобно распределять пациентов по отделениям. Операционные оснащены системой видеофиксации, что позволяет в режиме реального времени консультироваться по особо сложным случаям с федеральным онкологическим центром. Все, что есть в этом центре, это фактически умный корпус. Электронная медицинская карта больного, причем встроенная в систему всей республики. Полное разделение потоков пациентов до операции, пациентов после операции, персонала. Ламинарные потоки воздуха, которые должны свести фактически на нет любую внутрибольничную инфекцию. То есть это самый современный уровень. Открытие нового хирургического комплекса позволит проводить полное обследование пациентов в максимально сжатые сроки. Если сегодня такую диагностику можно пройти за месяц, то в ближайшей перспективе это будет неделя. Сокращая время обследования, можно спасти не одну жизнь. Вероника Скворцова отметила, что в Чувашии здравоохранению уделяется особенно пристальное внимание. Однако очень важно, чтобы люди сами берегли свое здоровье. Очень хорошо, что Михаил Васильевич своим примером и вообще вдохновением в этом направлении заряжает весь регион. Сегодня показатель смертности от нового образования в Чувашии значительно ниже, чем в среднем по России. Введение в строй нового хирургического комплекса позволит существенно увеличить количество ежегодных операций. Если принять во внимание, что выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях тоже увеличилась, можно надеяться на еще больший эффект. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня же министр здравоохранения и глава Чувашии приняли участие в открытии новой поликлиники. Она будет работать для жителей отдельного микрорайона на окраине Чебоксар. Подробности в следующем материале. Микрорайон Ольгешево развивается стремительно. Сейчас здесь проживает более 20 тысяч человек. Необходимая инфраструктура уже создана. Недавно здесь заработало и отделение городской стоматологии. Открытие новой поликлиники – очередной подарок для местных жителей. Раньше жителям этого микрорайона на осмотр к врачам приходилось добираться в поликлинику, которая базируется на южном поселке. Медицинская помощь становится ближе. Больше всего этому рады пожилые и молодые мамы. У нас очень много мам, как вы видите, да? Это еще не все, что здесь есть. Мы очень ожидали этого открытия. Нестерпением, можно сказать. Каждый день ходили, смотрели, когда уже откроется. Я вот тут, на втором этаже живу. Вышел прямо сюда, пришел. Вот это? Конечно, лучше не бывает. В новой поликлинике уже работают 8 врачей общей практики и 6 педиатров. Большинство медиков – молодые специалисты, выпускники Чувашского госуниверситета. Персонал работал и работает уже давно. Частично он привлечен из других поликлиник. Частично у нас новые молодые врачи, которые вот только-только закончили обучение в медицинском вузе. Предложили новые участки, попробовать себя на новом месте. Нам было интересно, поэтому мы согласились. На строительство новой поликлиники было потрачено больше 30 миллионов рублей. Вложенные в развитие региональной медицины средства себя оправдывают, отметила федеральный министр. Я хочу вас поздравить с тем, что у вас самая низкая младенческая и детская смертность в стране. И это плоды огромной работы системы здравоохранения республики Чувашия. Я хочу поздравить с тем, что последние три года, каждый год увеличивается продолжительность жизни. Мы сегодня видим, что это очень активно развивающийся регион, который уже полностью практически оказывает все виды высокотехнологичной медицинской помощи своему населению. Хочу выразить слово благодарности федеральному министру Веронике Игоревне за то, что все наши просьбы всегда предваряются в реальную жизнь. Это на самом деле дорогого стоит. Так мы работали, работаем. Поликлиника оснащена по последнему слову техники. К примеру, чтобы попасть на прием к врачам, достаточно получить талон. Очередь отображается на мониторе. Оценила Вероника Скворцова и возможности кабинета лечебной физкультуры. Здесь мы предусмотрели работа в выездном центре здоровья, поскольку у нас в основном поликлинике есть центр здоровья. И специалисты будут сюда приезжать по графику и проводить занятия с нашими пациентами. Учить их правильную питацию, правильную жительность. В поликлинике создали благоприятные условия для обследования детей. В этом кабинете врачи будут обучать родителей ухаживать за новорожденными. Обучаем комплекс упражнений по возрасту. Пропаганда грудного вскармливания. Дидактический материал здесь у нас. По возрасту тоже игрушки как подбирать. Обучающие курсы здесь проводят и стоматологи. Сюда прикреплены школы и садики. Мы купили выездную из там от Лангельского автобуса для того, чтобы в летнее время, каникулярное время, могли приезжать в детские отделы и проводить уроки на районе. Федеральный министр отметила, что многие подходы в работе чебоксарских медиков нужно тиражировать по всей стране. Медриковалев, Расиль Мухаммедов. Республика. В Чувашском государственном университете уже не первый год проходят лекции в необычном формате, на которых выступают известные политики, бизнесмены и общественные деятели. У студентов есть возможность не только узнать что-то новое, но и задать вопросы. На этот раз с молодежью встретился глава Чувашия Михаил Игнатьев. Никаких конспектов, заданий и формул на доске. Публичные лекции собирают все больше студентов. Тем более, что темы важны и близки каждому слушателю. Для нас это очень интересный подсчет. Я думаю, что вот эту традицию, ребята, нам нужно продолжить. И вот такие встречи – это рост вашей информированности, рост вашего общекультурного, интеллектуального уровня. На этот раз говорили о перспективах развития Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, за последние годы регион добился существенного роста по ряду показателей в экономике, здравоохранении и образовании. Но это не предел и есть еще над чем работать. Не последнюю роль отводится нынешним студентам, отметил главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Самое главное, на мой взгляд, это вот тот капитал, которого вы сегодня закладываете в себя. Это знание, соответственно, это конкуренция, это востребованность. Говоря о будущем, не забыли и о настоящем. Студенты смогли лично задать вопросы главе республики и заменнистру образования. Возможно ли вернуть компенсацию за использование как безналичного права оплаты проезда студентов для всех категорий обучающих, потому что с января ее ввели только для малоимущих. Если это возможно сделать, то какие сроки? Мы когда встречались с руководителями учреждений высшего профессионального образования, говорили о том, что есть те категории студентов, которые не подпадают под эти льготы, и все-таки им трудно все-таки покупать проездные билеты. Поэтому ректора пойдут вам на встречу, если вы будете обращаться к руководству своего возраста для того, чтобы еще получать дополнительные средства на приобретение проездных билетов. Ребята спросили про выплаты стипендий и премий. Впрочем, только студенческими проблемами дело не ограничивалось. Ольга Семенова решила узнать о ремонте дороги по улице Ильича в Канаше. У меня там мероприятие обозначено. Буду встречаться с депутатами городского собрания. Там вопросы подрядчики, с учетом того, что одна из организаций, которая выиграла конкурс, началась там банкротство. Конечно, люди не виноваты, но процедуру надо соблюдать, которая предписана законно. Деньги у нас есть, соответственно, в дорожном ходе предусмотрены на капитальный ремонт данной улицы. И все мы должны сделать так, как нужно, хорошо. Ни один из заданных вопросов не остался без внимания. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, в публичной лекции еще одна форма конструктивного диалога. И позволяет держать руку на пульсе событий. СССР Леонтьев, Сергей Адушкин, Республика. За незаконное использование земельного участка штраф специалисты управления муниципального контроля администрации Чебоксар проверили соблюдение требований в сфере земельного законодательства при использовании участка по улице Обиковская. Площадь земельных участков определяется с помощью спутниковой съемки. Если владелец земельного участка пользуется им незаконно, не имея на него прав, то специалисты управления муниципального контроля просят нарушителя освободить его. Этот участок уже не принадлежит женщине, но она продолжает обрабатывать землю. Специалисты управления неоднократно отправляли бывшей владелице постановления и акты обследования. Но пока дело не сдвинулось. Кроме того, нарушитель не присутствовал во время проверки, хотя была проинформирована о приезде геодезистов. Сейчас материалы дела будут переданы в Росреестр, в прокуратуру и суд столицы республики. Мелодии, ритмы, сценографии и либретто, которых еще нет в репертуаре, и те, что по праву заслужили любовь зрителей. В Театре оперы и балета приоткрыли занавес нового сезона. Официально он стартует 15 сентября балетной постановкой «Спящая красавица». О новом театральном сезоне Юлия Важенина. Летучая мышь «Мистер Икс. Красавица и чудовище» Чувашский государственный театр оперы и балета начинает 57-й театральный сезон. Он ознаменован сразу двумя юбилейными датами – 50-летием балета и 85-летием симфонического оркестра в Чувашии. Стартует сезон 15 сентября балетом «Спящая красавица». Кстати, нынешний сезон обещает быть разножанровым. Цикл праздничных вечеров продолжит опера «Нарспи», «Оперетта летучая мышь» и лирическая фантазия для детей и их родителей «Дитя и волшебство». К юбилею балетной труппы театр подготовил подарок всем зрителям. 11-й международный балетный фестиваль откроется постановкой «Жизель», с которой все началось 50 лет назад. «Жизель» – спектакль аутентичный. То есть это такой шедевр, который многими годами не менялся. Но, так скажем, это довольно тонкое дело, такая реставрация хореографического материала. В смысле оформления и костюмов, конечно, вообще все будет новое. Это вот задача Валентина Васильевича. А что касается хореографического материала, ну вы уже можете посмотреть это на примере «Спящей красавицы». По традиции продолжит свою работу школа юного театрала. Этот познавательный проект набирает обороты и выходит на большую сцену. В этом уже по счету пятом детском театральном сезоне впервые на постановки придут не только ученики начальных классов, но и дошкольники. Специально для этого проекта спектакли показывают не целиком, а некоторые части балетов и даже опер, не удивляйтесь. Мы из «Севильского цирюльника» смотрим «Аланты», очень любим эти спектакли. Нам на сцене их рассказывают. Нас пускают и в закулисье. Иногда нам делают такие мастерские, где дети узнают тонкости актерского искусства. «Октябрь» порадует целой россыпью творческих вечеров. Концертную программу готовит народный артист Чувашии Айдар Хисамудинов. Оперой «Сельская честь» свой юбилей отметит заслуженная артистка России Валентина Смирнова-Геваркян. Гостями 57 сезона станут солисты Московского международного дома музыки. С 24 ноября по 4 декабря в столице Чувашии пройдет 26-й международный оперный фестиваль. Серию новых концертных программ представит и симфонический оркестр театра. В числе не менее значимых событий – фестиваль чувашской музыки. Ну а в декабре, как всегда, насыщенная и активна будет гастрольная деятельность. Балетная труппа вновь отправится в Европу, где представит на суд зарубежной публики шедевры классической хореографии. Кстати, в Театре оперы и балета до 30 сентября проходит акция «В театр с цветами». Все желающие могут прийти на постановку с букетом и пройти бесплатно. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Новые победы. Сегодня министр физкультуры и спорта Сергей Шултыков встретился с медалистами чемпионатов и первенств Европы и мира. Аплодисменты и российский гимн в их честь звучат все чаще. Только за прошедшее лето на международных соревнованиях среди победителей и призеров из России по различным видам спорта более 20 представителей Чувашии. Нам очень приятно, что есть повод для таких подобных встреч. Мы радуемся со всей спортивной общественностью, что есть результаты во многих видах спорта. Сегодня у нас и легкая атлетика, вольная борьба, пауэрлифтинг. Некоторые спортсмены у нас выехали на тренирующие мероприятия. Поэтому в таком составе мы сегодня встретились. Для кого-то из участников встречи международные соревнования стали первыми в их спортивной карьере. Для кого-то – очередными. Но от этого награды не теряют своей ценности. Золотая медаль чемпионата Европы по пауэрлифтингу для Анастасии Петровой – пятая. На ее счету также две победы на чемпионатах мира 2011 и 2014 годов, а возможно, что и 2017-го. Мы ехали за первым местом, хотя была конкуренция, была сильная девочка, тоже с Россией, с Ульяновской. Дальше готовимся сейчас на чемпионат России в Архангельск, который пройдет в 20-х числах октября. Там будет уже проходить отбор на чемпионат мира в 2017 году на апрель. В составе сборной России по пауэрлифтингу выступила еще одна представительница Чувашии Екатерина Николаева, на счету которой бронза. Навстречу пришли призеры первенства Европы по вольной борьбе Ирина Алексеева и Мария Кузнецова. Медальным оказалось лето и для представителей спорта глухих. На чемпионате мира по легкой атлетике Анастасия Мамлина стала третьей сразу в двух дисциплинах – толкание ядра и метание копья. Две медали с первенства Европы привез дебютант международных соревнований Даниил Афанасьев, завоевавший золото в прыжках в высоту и в длину. Он тренируется уже 8 лет. В принципе, результаты ждали. Он и бросал, и родители его хотели немножко дробно в головном управлении развивать. Я их убедила. Он вышел, в принципе, на этот уровень. По рейтингу он четвертый в мире, и мы планируем в этом году попасть в состав команды сборной для участия в сорт-олимпийских игр. Сейчас спортсмены уже готовятся к новым соревнованиям и новым достижениям и победам. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Увлеченно стремится вверх, штурмуя все новые и новые вершины. Это про альпинистов. И ритейл берет с них пример. Тот, кто совершил подъем на восьмитысячники, на планете их всего 14, становится героями и обладателями короны Земли. Столько же магазинов одновременно открыла «Экспет Ритейл Групп», одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний в честь каждой из вершин, взятых когда-то альпинистами. Репортаж об открытии нового магазина смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. В честь открытия 8500-го магазина компания «Экспет Ритейл Групп» устроила парад открытий магазинов в разных городах России. Один из них в северо-западном районе Чебоксар. Сегодня мы открываем 14 магазинов по всей стране, на Урале, северо-западе, на юге, в центральной части. И это для нас очень знаменательное событие. Один из этих магазинов мы открываем в таком знаковом месте для России, как город Чебоксар. Мы уверены, что станем в этом городе номером один и будем радовать наших покупателей справедливыми ценами и достойным ассортиментом. Сотрудничество компании с разными производителями позволяет создавать богатый ассортимент. На прилавках магазина «Пятерочка» можно встретить огромное количество продукции от местных производителей. Это хлебобулочные, молочные изделия, а также яйца и мясная гастрономия. Руководство компании стремится к низким ценам и высокому качеству продукции. Учитывая, что сейчас есть кризисные явления, мы очень активно используем промо-акции, скидки для пенсионеров, скидки для студентов. Поэтому сейчас очень важно для нас это то, чтобы покупатели экономили свои деньги. Для жителей микрорайона «Пятерочка» теперь в шаговой доступности. Особенно этому рады пенсионеры. Конечно сюда, потому что мне здесь ближе, удобнее, в любой момент могу сходить, что утром, что вечером. Напомним, что компания «Х5 Ритейл Групп» управляет магазинами нескольких торговых сетей. Магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель» и другими. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин